Вот так выглядят последствия сильных ливней в Боливии, которые начались на прошлой неделе. В центральной части страны масштабное наводнение. Людей приходится эвакуировать по воздуху. «У меня четверо детей. Они спасли нас детьми. Спасибо большое. Мы просидели там почти четыре дня». Не менее 13 человек погибли, по данным властей, пострадало более 50 городов в семи департаментах страны. Затронуто более 8 тысяч семей. Сильнее всего наводнение ударило по департаменту Санта-Круз. Здесь вышли из берегов реки Рео-Гранде и Чило и Пирае. Чиновники говорят, ситуация критическая. Повреждено примерно 400 жилых домов и около 3000 гектаров урожая. «Есть информация, что потерян почти весь урожай. Как видно на территории, над которой мы летим, полно воды. Много затопленных домов, и сельское хозяйство пострадало на 100 процентов». Дожди продолжают идти, и уровень воды в реках продолжает подниматься. Метеобюро страны объявило красный уровень опасности в департаментах Санта-Круз и Бени. Бесплатные домашние тесты на коронавирус в столице Испании теперь на расхват. В стране растёт число случаев заболевания, и недавно оно впервые превысило тысячи заболевших на каждые 100 тысяч человек. Местные власти снабжают аптеки такими тестами. Но они заканчиваются в первые минуты, потому что их слишком мало. «Нужно вставать рано, потому что они исчезают за секунду. То, что раздают, бесплатно, быстро разбирают. За деньги никто не берёт». Сотрудники аптек говорят, что люди приходят рано и стоят по несколько часов, чтобы получить бесплатный тест. На улице стоит огромная очередь из 30 человек, но на всех не хватает. Каждый человек приходит с тремя-четырьмя медицинскими карточками. И всё заканчивается на первых нескольких людях. «Сегодня я пришёл в шесть утра, потому что на прошлой неделе, когда я пришёл в среду, то передо мной было около восьми человек. Но каждый взял по несколько тестов. И они быстро закончились. Сегодня пришёл в шесть, и у меня получилось взять. Но было только 20 штук». Эксперты говорят, что рост заболеваемости начался после прихода более заразного штамма омикрон. При этом давление на больницы намного меньше, чем во время предыдущих волн эпидемии. Это объясняет тем, что новый вариант коронавируса реже вызывает тяжёлые формы болезни. Так, ежедневное число смертей от COVID в Испании сейчас не превышает ста человек. Тогда как на пике первой волны каждые сутки умирало около тысячи, а в январе прошлого года, когда вакцинация только начиналась, смертность достигала 600 человек в день. Французский турист, которого в Иране обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму, объявил голодовку. В заключении он с весны 2020 года. «Бенджамин начал голодовку 25 декабря в знак протеста против этой ситуации. Ему запретили позвонить на рождественские праздники. Письма ему не доставляют». Бенджамина Бриера арестовали за то, что он запустил «Хеликам» – небольшой радиоуправляемый вертолёт, оснащённый камерой. Сделал он это в пустыне на границе Ирана с Туркменистаном. Вообще, Бенджамин путешествовал на минивене с 2018 года. Он планировал совершить кругосветное путешествие и до Ирана успел посетить более 10 стран, включая Швецию, Норвегию и Турцию. Иранский суд обвинил его в шпионаже и пропаганде против режима, а также в критике ношения хиджаба в общественных местах. «Конечно, это совершенно необоснованно, абсолютная ложь. Бенджамин не шпион или агент какой-либо разведывательной службы. Всё это абсурд, бессмыслица. Мы прекрасно понимаем, что Бенджамин – политический заложник и что его держат в заложниках иранские власти». Сестра француза говорит, что за год лишения свободы они смогли связаться с Бенджамином всего четыре раза. «Мы с ним говорили по телефону и все звонки записывали. Он не мог свободно рассказать о том кошмаре, который переживает. Он окружён людьми, которые не говорят на его языке. Никто не говорит по-французски или английски. В камере их несколько поэтому он не может остаться наедине». Приговор французу пока не вынесли. Также не ясно, по каким статьям его судят. За шпионаж в стране предусмотрена смертная казнь, а за пропаганду – год тюрьмы. Сестра Бенджамина уже обратилась к властям Франции с призывом повлиять на ситуацию. С катертью дорога и прямо в огонь. На Таймс-сквер в Нью-Йорке прощаются с плохими воспоминаниями года. Люди пишут на листах бумаги о самом наболевшем и неприятном. А ведущий тут же их сжигает. «Это наша давняя традиция. В канун Нового года прощаться с негативной энергией уходящего года и приветствовать новую энергию и всё хорошее, что произойдёт в будущем году». Люди прощаются с воспоминаниями о пандемии, психологических трудностях и многом другом. «Я хочу забыть о ковид, страданиях всего мира и всех моих головных болях о деньгах». День избавления от плохих воспоминаний проводят на Таймс-сквер в пятнадцатый раз. Раньше листы с записями уничтожали с помощью измельчителя бумаги. Теперь бросают в огонь. Мероприятие проходит недалеко от места, где 31 декабря за минуту до полуночи по флагштоку соскользнёт новогодний хрустальный шар. В этом районе на окраине Рио-де-Жанейро выращивают плоды маниока или касавы, которые очень ценят за их качество. Вообще этот корнеплод очень ядовит. 400 граммов его в сыром виде для человека – смертельная доза из-за большого содержания цианидов. Но как ни странно, маниок – основной продукт питания для 500 миллионов жителей Латинской Америки, Африки и Азии. Главное – правильно его приготовить. Происходит это растение из бразильской Амазонии. Вот почему в стране есть сотни рецептов с маниоком. «Здесь, в Бразилии, его используют в огромном количестве в разных блюдах – от солёных до сладких. Используют также либо сырой корень, либо крахмал из него». Из маниока делают тапиоку. Это крахмалистые шарики, которые добавляют в первые блюда и даже чай. А в этом ресторане маниок варят, а потом жарят во фритюре. Бразильцы едят его от севера до юга, от запада до востока. Самый классический способ его приготовления – это жарка. Его чистят, варят, а потом жарят. Это очень вкусно. А на этой кухне готовят блюда из маниока, креветок, кокосового молока и перца чили. Маниок здесь играет роль гарнира. Из этого корнеплода также делают разные виды муки. В каждом регионе Бразилии свои. И такую муку используют для приготовления еще одного очень популярного гарнира. Ею присыпают жареный лук с яйцом. А в начале 16 века испанцы принесли сюда еще одну традицию. Когда они приехали, то пытались выращивать здесь пшеницу. Но это было сложно из-за влажного и жаркого климата. Тогда для выпечки они стали использовать муку из маниока. В итоге также появилось множество рецептов, например, сырный хлеб. Стоит отметить, что белка в маниоке довольно мало. Почти нет и необходимых аминокислот. В основном он состоит из крахмала. Поэтому врачи говорят, что этот плод не может быть преобладающим продуктом питания. Найти карликовых коз в большом городе раньше было почти невозможно. А теперь этих животных терапевтов держат в мегаполисах. Но как найти такие места? В Берлине, например, уже придумали. IT-инженеры создали специальную козлиную карту на основе Google Maps. На ней отметили все места, где держат коз. Черные значки означают, что вход бесплатный. Красные надо платить. «Мы просто хотели поделиться информацией, чтобы люди узнали об этом. Идея зародилась, когда мы поняли, что не знаем всех мест, где держат коз». Погладить и покормить козу – значит, снять стресс, успокоиться и получить положительные эмоции. На карте обозначены 24 мини-фермы. Зная их, можно заглянуть козам в обеденный перерыв или по дороге с работы. Когда человек перенапряжён или что-то в этом роде, он знает, что может прийти сюда, пообщаться с козой и стать спокойнее и счастливее. Козлиную карту просмотрели уже 11 тысяч пользователей. Хотя это и не очень много, но кому-то она помогла. «Это и правда здорово. Даже если погода плохая или что-то случилось, когда приходишь козам, кормишь и гладишь их, тебя охватывает потрясающее чувство». Козлиная карта бесплатная. На ней также отмечены скульптуры порнокопытных. Кроме того, на карте есть берлинские достопримечательности. Поэтому можно построить такой маршрут, чтобы и городом полюбоваться, и коз навестить. 5200 журавлей умерли от птичьего гриппа в Израиле. Власть закрыли для посещения и заповедник в долине Хула, где зимуют пернаты. Смотрители собирают туши птиц, но многие умерли в центре озера. Это затрудняет очистку территории. «Это худший удар по дикой природе Израиля за всю историю наблюдений. Умерли уже тысячи журавлей. И мы до сих пор не знаем, насколько распространилась болезнь среди других диких животных и какие источники воды заражены». Власти также распорядились забить полмиллиона кур в близлежащих районах, чтобы остановить эпидемию. На озере Хула во время перелёта с севера на юг и обратно останавливается на отдых 500 тысяч журавлей. Десятки тысяч остаются зимовать. Птичий грипп распространяется среди пернатых каждый год, но таких вспышек ещё не было. Во второй половине декабря в заповеднике стали умирать десятки журавлей, потом сотни. В Управлении природы и парков считают, что болезнь распространилась из села Марголиот на границе с Ливаном. По данным израильских СМИ, водитель грузовика доставлял корм в курятнике Марголиота, а потом к озеру Хула. Министерство сельского хозяйства страны заявило, что фермера в Марголиоте не сообщили о вспышке птичьего гриппа. В итоге он распространился со скоростью лесного пожара. Птичий грипп – опасная вирусная болезнь. Она может поражать до трёх видов пернатых одновременно. В зависимости от штамма вируса умирают от 10 до 100 процентов заболевших птиц. Болезнь также может передаваться человеку. Традиционные инструменты, ритуальные танцы и старинные одеяния. Буддисты верят, что так можно отпугнуть злых духов. Тогда вокруг воцарятся покой и счастье. Такое религиозное служение называется цамм. Его здесь будут проводить три дня. Сейчас танец исполняют буддийские монахи Бутанского монастыря в индийском городе Бодхайя. «В праздник рано утром мы молимся, а затем исполняем этот танец. Он религиозный. Мы делаем это ради мира во всём мире». Во время танца некоторые монахи надевают маски защитников буддийского учения. Это призвано ещё лучше отпугнуть злых духов от монастыря и его обитателей. В Бодхаю обычно стекаются паломники со всего мира. Считается, что именно здесь, под деревом Бодхи, достиг просветления Будда Шакьямуни. В городе есть много монастырей для буддийских монахов из разных стран.